правительство вообще какая миссия какая цель их работы все мы прекрасно с вами знаем а вот они скорее всего забыли те люди которые должны помогать народу ввести диалог с народом улучшать жизнь народа делает все наоборот и я не считаю их людьми это самые настоящие нелюди это эгоисты которые думают только о своих карманах мы не будем обращать внимание на большие города куда приходит вся дань с региона но правительство не перестает удивлять цены растут с каждым днем все больше и больше а вот пенсии и зарплаты как всегда стоят на месте многие граждане уже даже и не думают о том чтобы раз в год съездить куда-нибудь отдохнуть большинство граждан россии ждут не дождутся когда же это правительство отправиться в отставку когда же эта власть падет уважаемые граждане если вы потеряли доверие к этой власти если вы хотите их отставки чтобы они ответили за свои поступки перед судом обязательно свое мнение оставляем в комментариях ставим как можно больше лайков чтобы когда они заходили они видели нашу активность они видели как нас много дочь генерала рохлина обратилась к депутатам государственной думы ну и конечно же это прямое обращение к офису президента мы пришли сегодня к вам не для того чтобы выразить озабоченность обратить ваше внимание вручить петицию и даже не для того чтобы призвать к ответу хотя за ваши поступки за то что вы причинили нашей стране вы должны давно были ответить своими не буду говорить чем мы здравомыслящие русские знаем вам цену каждого в отдельности и госдумы в целом мы знаем цену выбором в результате которых вы оказались в этих своих креслах и просиживаете свои пятые точки ничего не делая мы знаем что именно вы от нашего имени одобрили вступление рф в то даже не имея текста договора об этом на русском языке именно вы от нашего имени приняли закон о торах соответствии с которым громадные территории нашего государства выведены из зоны действия национального законодательства именно вы от нашего имени повысили нам пенсионный возраст нищенские пенсии назначили народу все делаете это именно вы мы знаем что совершенно не давно вы от нашего имени приняли бюджет который предусматривает дальнейшее сокращение расходов на охрану нашего здоровья сокращение на абсолютно все социальные проекты но при этом вы увеличили расходы на репрессивные силовые органы вы поднимаете им зарплаты своим защитникам но когда они выходят на пенсию все эти офицеры сержанты генералы вы занимаетесь их поимками вы трусить их как никогда чтобы они не проболтались то вы лишаете их квартир нормальных пенсий и так далее и так далее мы свободные русские люди мы пришли сказать вам стоп вы подошли к той черте переступив которую будет невозможно вернуться приняв законы которые обязывают нас в колоть себе не пойми что не пойми с какими последствиями и вы не хотите брать за это ответственность мы вам не товарный код вы на нас ценники не поставите вы на себе ставьте ценники мы знаем сколько вы стоите вы уже в открытую не слушайте народу и в открытую воюете с народом открыто заявляете о том что мы должны делать чего не должны вы принимаете все законы против нас а мы говорим вам здесь наш рубикон наше куликово поле наше стояние на угре наш варяг и наша брестская крепость мы готовы а вы вы готовы сойти с позорного пути лжи и предательства не брекать на народное проклятие себя своих потомков до седьмого колена ведь это все очень серьезно вы готовы признать то что вы натворили вы готовы понести наказание за тот беспредел который вы нанесли нашей стране мы требуем прекратить qr фашизм мы требуем прекратить рассматривать все эти законопроекты которые настроены против прав человека я думаю с этими словами согласится каждый россиянин мы устали терпеть этот беспредел сколько можно нагинать народ обнулили повысили понизили а народ молчит и молчит потому что верит вам понимаете вы должны радоваться что у вас такой народ который терпит и так далее и когда действительно были бы тяжелые времена наш народ не подкачал бы свое правительство а всегда бы заступался за него но то что вы творите то что вы делаете противоречит абсолютно всем 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 законам и в таких темпах вы уже не дождетесь того что народ в очередной раз проглотит наживочку а вы будете медленно тянуть свое удилище этого уже не будет то что вы увидели в казахстане это прямой пример того когда народ не терпит уже элитных приключений и того беспредела который творит олигархия если вы ничего не будете менять если вы не будете слушать народ то наши олигархи также сама начнут бежать за границу я думаю с этими словами согласится любой русский человек уважаемые граждане давайте распространять эту правду чтобы ее услышала вся страна ставьте как можно больше лайков все мы прекрасно знаем генерала роклина и как его не стало и кто был замешан в том чтобы такие люди не говорили вслух правду здравствуйте уважаемые зрители новый день новые новости и как всегда мэр не потянула сирот экс-глава города в иркутской области пойдет под суд за взятку в очередной раз нынешняя власть показывает что у них нет никакого диалога с людьми в очередной раз они доказывают что хотят только обогащать свои карманы что их алчное внутри хочет все больше и золото не совести не чести терпение уже ни у кого не выдерживает нынешнее руководство должно быть наказано они должны понести наказание за тот ущерб который принесли нашей державе уважаемые зрители уважаемые граждане если вы считаете что нынешнее правительство должно отправиться в отставку обязательно ставьте лайки а также распространяйте данную информацию эту правду должна увидеть вся страна управление ска по иркутской области завершила расследование одного уголовного дела в отношении главы куйтунского городского поселения ее обвиняют в получении взятки и превышение должностных полномочий об этом сообщили ведомстве как же любят они превышать свои полномочия такого впечатления что они действительно думают что все для них вот так будет гладко что они останутся безнаказанными но не тут то было связи не всегда решает все по данным источника коммерсант в правоохранительных органах фигуранткой внимание дела является чемпионка россии европы и мира по тяжелой атлетике альбина хомич понимаете да была спортсменка потом непонятно каким образом стала мэром только вот за какие такие заслуги уважаемые если вы спортсменка то идите я не знаю министром по спорту или устраивайтесь тренером зачем вы лезете в управление городом что вы в этом понимаете какая польза от вас будет вот какую пользу получили вы будете теперь наказаны отсидите в тюрьме сделаете выводы она возглавляла куйтун в семнадцатых годах по версии следствия глава поселения получила взятку от застройщика виде однокомнатной квартиры за это она выдала разрешение на вот в эксплуатацию двух домов для детей сирот несмотря на отсутствие благоустроенной придомовой территории и куча других недостатков ущерб от данного преступления оценивается в миллионов рублей уголовное дело передано на рассмотрение в суд ближайшее время будет вынесен вердикт как вы думаете уважаемый зритель какое будет наказание а также напишите свое мнение в комментариях какое наказание она заслужила вот почему эти актеры спортсмены лезут в правительство не могут предложить ни одного действующего нормального законопроекта а только тем и занимаются что втихую отмывают бабки но занимайтесь вы дальше спортом развивайте детей открывайте свои спортзалы свои спорт учреждения спортшколы зачем вы лезете в руководство толку от вас ноль вы просто нажимаете кнопки ничего не можете сделать путнего для людей а вот еще одно интересное дело до вымогался до сизо мэр крымского города арестован по делу о миллионной взятки только мы с вами говорили за взятку в 30 тысяч рублей потом за взятку в 300 тысяч рублей а теперь вот взятка в 1 миллион рублей киевский райсуд симферополя отправил под арест главу администрации белогорска игоря ипатка подозреваемого в получении особо крупной взятки мера пресечения виде содержания под стражей избрана на срок два месяца об этом сообщают официально риа новости со ссылкой на пресс-службу управления фсб россии по республике крым и городу севастополю уголовное дело в отношении падкой со скр по республике крым возбудили 3 ноября днем ранее он был задержан чекистами при получении в полтора миллиона рублей от местного предпринимателя занимающегося пассажирскими перевозками по версии следствия глава администрации потребовал от бизнесмена незаконное вознаграждение за помощь выдачи градостроительного плана земли под строительство здания и подготовку участка перенос лэп и спил деревьев в конце сентября под уголовное преследование за коррупцию попали вице-премьер крыма евгений кабанов и министр строительства и архитектуры михаил храмов после этого началась чистка среди руководства муниципалитета в полуострова под уголовное дело попали главы муниципального образования городской округ евпатория олеся харитоненко мэры судака и феодосии игорь степиков и сергей бафтуненко подали в отставку когда же они смогут угомонить свои потребности когда же их алчное нутро успокоиться и они поймут что они должны заботиться о людях а не только о своих детях и о своих семьях что вы думаете по этому поводу уважаемый зритель обязательно свое мнение оставляйте в комментариях а также как вы считаете вот какое наказание по справедливости они заслужили напишите свое мнение в комментариях а мы продолжаем дальше в ингушетии опять же к начальнику отдела дознания мвд пришли с обыском в ингушетии в доме начальника отдела дознания межмуниципального омвд прошли обыски оперативные действия проводили прикомандированные сотрудники правоохранительных органов полицейский подозревается в коррупционном преступлении об этом сообщаются ссылка тсс на источник правоохранительных органах под данным собеседника интерфакс обыски прошли по месту работы нач отдела а сам он был задержан его доставили в магаз следователи проводят допрос задержанного как дальше будут развиваться события покажет время вот мы с вами в очередной раз можем сделать выводы и снова мы убеждаемся в том что каждый день мы с вами видим материал о том что в стране массовые аресты полицейских прокуроров судей так далее но эти новости не показывают по телевизору и другие сотрудники не видят того что происходит а даже если и видят я не могу понять у вас внутри не ёкает вам не жалко свои семьи своих детей что вот так вы работая в мвд оставляете своих детей женою одних а сами будете отбывать наказание хотя вроде бы как вы служили в таких органах где все должно быть наоборот вы должны защищать людей что такой ребенок может рассказать в школе как он провел лето со своим родителем возил передачки отцу на зону а мой папа был честный полицейский его засудили в нашей стране все перевернулось с ног на голову что происходит как это остановить скорее всего никто не даст четкий ответ что вы думаете по этому поводу уважаемый зритель как вы считаете что нужно сделать чтобы в нашей стране все поменялось в лучшую сторону хотя понятно после такого ущерба которое нанесло нынешнее правительство восстанавливаться стране придется очень и очень долго свое мнение вы как всегда можете оставить в комментариях а также не забывайте ставить лайки подписываться на канал и опять же распространять данную информацию в соц сетях эту правду должна видеть и слышать вся страна